Полгода чебоксарские студенты провели во Франции. Там они не отдыхали, а работали поварами, стажировались в лучших ресторанах. Чему научились студенты в одной из столиц гастрономического туризма, расскажет Юлия Важенина. Такова мечта не только крысенка Реми из мультика Рататуй. О признании в кулинарном мире грезят и студенты чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. Два студента и четыре выпускника СУЗа прошли стажировку на родине круассанов и фуагра. И не просто в кафе или закусочных, а в ресторанах категории Мишлен. Ни для кого не секрет, что звезда Мишлен – знак качества, говорящий об отменной кухне и высоком уровне обслуживания. Алексей Максимов в прошлом году закончил техникум и твердо решил пройти практику у законодателей кулинарной моды французов. Мы едем для того, чтобы покушать, на самом деле получить энергию, а они едят хобби, искусство, развлечение для них – это покушать. Всем известный стереотип – французы едят лягушек. Как оказалось, это утверждение далеко от истины. В современной Франции земноводных не едят. Зато очень даже любят голубей. Но не стоит думать, что повара бегают по улице и ловят их. Для выращивания голубиного мяса есть специальные фермы. Я вот голубиного мяса, все-таки я научился с ним работать. Я, ну, соответственно, такая возможность, я попробовал его. Мясо такое нежное, согласен, очень нежное мясо было, но нет, нет. На самом деле очень такое, не то что отвращение, но все равно за счет того, что ты понимаешь, это голубь. Как можно голуби кушать? Нет. Не очень сильно этого в плане морального. Да и по вкусу понравилось, но нет. Я не люблю кушать голубей, и я не хочу кушать голубя. Студент техникума Никита Антонов полгода изучал французский язык, чтобы самому принимать заказы у посетителей ресторана. Ведь для работы официантом Никите нужно было общаться с клиентами. Был на юге Франции, в городе Сан-Ремиде-Прованс. Работал в мишленском ресторане с двумя звездами официантом. Работа заключалась в обслуживании гостей. Под конец стажировки мне доверили менеджментром сервиса. За время, проведенное во Франции, мне очень понравился народ, культура этой страны, еда. Я планирую в следующем году, в этом году уже поехать на стажировку снова, опять на полгода. Если Никита снова планирует поехать на стажировку во Францию, то Алексей наоборот мечтает привлечь гостей из-за границы к нам в Чувашию. Открыть свой ресторан, достойный уровня мишленовской звезды. И кто знает, может именно у него получится поднять ресторанный сервис на новый уровень. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.